Боже, мы его знаем, он сказал такие слова, «Кажи, Господь, что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревнул я, о Господи, Боя Саофе, и гостцыны Израилева ставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили, ничем остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». «Восподь, когда Илью, и девяти камни твои не завели, и он сказал, «Кажи, Илья, что ты здесь?» «И Господь знал его сердце, его состояние, или, я думаю, что сегодня Господь знает наше состояние, и он также вопросит сегодня нас, «Чего ты здесь, брат, сестра?» «Для чего ты пришел? С какой целью ты пришел на это место?» «Или ты от кого-то сегодня утикаешь?» «Или ты просто знал, что сегодня из помнений требовалось быть сегодня, потому что брати спрашивают, чего у меня не было, где я был, где я находился, или ты сегодня и я?» «Мы можем сказать, как сказал Илья, «Возревнул я, Господи, Боя Саофе». «Якщо ты и я, мы сегодня в Озревну, и сегодня для того пришли, потому что мы хотим иметь общение с ним, то мы счастливы, мы не обменно переживаем это общение с ним, потому что он сказал, где будет двое или трое, я буду среди вас, он не оставит нас в стороне, он побачивает его сердце, он побачивает его переживание, то мужа Божий, который переживал состояние Израиля, и он говорит, Илья отвечает Господа, он сказал, «Возревнул я, Господи, Боя Саофе, ибо сыны Израиля оставили за две твой, разрушили твоих жертвенники, руку твоих убили мечом, остался я один, но и моей пищи ищут, чтобы отнять ее, разрушили твои жертвенники, оставили ту, ту западную Господнюю, нам тут планили все в грех». Братья и сестры, хай нам Бог сьогодні поможет, сиклений нашим нам не оставлять тих западей Господней, чтобы нам соблюсти его слово в точности. Другие друзья, братья и сестры, чтобы мы не думали, что как-то мы уйдем, как-то пройдем в ту вечность, как-то проведут нас, может, брати нас проведут. Нет, братья и сестры, Бог сьогодні хочет, чтобы по этой узкой терместной дороге мы шли израиль на него, проходили так, как проходил он, через той дорогой, которую сказал нам Христос. Мы поставим на эту дорогу, чтобы идти в нее. Как написано, что это узкая и терместная дорога, и, как написано, царство Божие с силами берется и прикладывающая себя восхищает его. Мы должны прикладывать на это все, чтобы войти в то царство, которое Господь приготовил для своего народа. Хай нам Бог укрепить нас, благословительность в этом, чтобы войти с этими воротами, которое напоминало перед мною братом, за молитву Христа. Как он уединялся в этих молитвах перед этим небесным, в нем проповеду, в нем и исцелял, в нем не мощный порог, а ночью проводил в молитві. Син Божий Иисус Христос, который нашим творцем, мы видим, он уединялся, и шукал лиця Господнего. Тим бачимо люди, насколько нам требуется сегодня уединяться и шукать его лиця. И если в Сыщене написано, Слово Божие всем сердцем, то найдем его. Но неудменно найдем его на этом месте, когда люди приходили, шукали его, чтобы найти, почути его Слово. И мы также сегодня, как мы говорим, что на этом месте мы пришли, чтобы найти его, прикоснулись к нему верой, как прикоснулася эта женщина, которая страдала кровотечением, и она прикоснулася, и она сказала, что у нее была такую веру с сердцем, что только прикоснулись, то выздоровею братья и сестры. Если прикоснулись к верой, и сегодня в этом месте, то мы уменно переживемо, то Божу благодать его прикосновение. И Христос говорит, кто прикоснулись к мне, потому что там были толпы народа. И ученики говорят, что так много людей теснить тебе, и ты вопрос, что прикоснулись к мне, и кто-то прикоснулись к верой, потому что я чувствую, что сила началась с меня. Братья и сестры, как добрый, когда Сила Господня сходит на нас, и мы переживаем ее в своем жизни, когда мы рады и с тобой. Знаете, та женщина не могла утащиться, и когда Христос питал, она рассказала то, что случилось с ней, она за свои дети слова о том, что стало с ней житей. Мы также переживаем эту сила, которая сходит из Христа, мы несем ее свидетельствами, радуемся с другими. И я, зачитаю еще слово, я записываю послание, я веряю, такие слова, такие сказания у Гристи, пьятого глава, и самого стиха, и ниже, Он в одни плоти своей сильным поплями, и со слезами принес молитвы, и моления, могущими спасти Его от смерти, и услышан был за свое благословение. Он в одни плоти своей сильным поплями, и со слезами, то есть Иисус Христос, сильным поплями, и со слезами, Он, каже, принес молитвы, и моления, могущими спасти Его от смерти. Бритей, сестры, мы также не люди, мы, тем паче, не ждемо того, чтобы молиться, просить их, звать их, просить Его милость. Если Син Божий просил ему молять своего отца, чтобы он, он сказал, он, каже, он сильным поплями со слезами принес молитвы, и молитвы, могущими спасти Его от смерти, и услышан был за свое благословение. Бритей, сестры, как добрый, когда мы знаем, что мы обращаемся до того Бога, до Отца нашего, который чует наши молитвы, и отвечает на наши молитвы, и мы также молимся, будем таком молительном состоянии сегодня, чтобы Господь нас приготовил, чтобы мы могли быть учасниками этой трапезии Господней, чтобы Бог благословил Бритей, всегда благословил нас всех, потому что мы сегодня нуждаемся в Неме, и если нуждаемся в Ильяне, то Бог будет промолвать в нас. И дальше Бог говорит ей такие слова, Он говорит ей, и сказал, выйти и стань на горе, лицом Господнем, и вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня, веяния тихого ветра, и услышал все Илья, закрыл лицо свое, милый десвей, и вышел, и стал уходом в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья, он сказал, поздрем, мол, я у Господь, его из золоты, и бусины Израиля, его оставили за ветвой, разрушили жертвенники твои, и пророку двоих, убили мечом, остался я один, но и моей, уж и ищу, чтобы отнять ее, и сказал ему, Господь, пойди обратно в свою дорогу, через пустыню Дамас, и когда придет, что бумажь озарила, царя над Сирией, а Ильюр, сына, на Мессии, на бумажь, царя над Израилем, Елисея же, сына Сапатова, из Айвана Меголы, бумажь, пророку, вместо сына, вместо себя, кто убежит от меча, а за Ильюр, то умертвит Ильюй, а кто спасется от меча, Ильюева, то умертвит Елисей, впрочем, я оставил между их грехтями 7 тысяч, уже и всех с них коленей не преклонились перед вами, и всех с них густа не лобзали его. Господь осмотрел для себя тех людей, которые не преклонились перед вами, и сегодня Господь среди нас, и в всеми сетях осматривает тех людей, которые верны ему. Ха, имя Господя, оно будет прославлено Господу нашему, вечно славе, и все силы, и святому Духу. Аминь.